Дмитрий Дубровский с нами на связи, кандидат исторических наук, исследователь факультета социальных наук Карлова университета из Прага. Дмитрий, здравствуйте, рада вам в эфире «Фридом». Приветствую. Доброе утро. Уточнение сразу. Использовались ли нацистами детский труд во время их правления Германией? Были ли такие прецеденты, когда представители Гитлера и Югент помогали Рейху становиться еще больше? Ну, это было только на самых последних этапах уже, когда уже не хватало никого. Это было уже последний конец 1944-1945 год. Раньше этого не было, конечно. Ну, собственно говоря, как и воевать Гитлера и Югент отправили уже в самый последний момент, когда уже воевать было неким. Наведу. Учитывая, да, вот эту фразу, я не думаю, что вам она нравится, но тем не менее история, цикличность непосредственно самой истории, приобщение подростков, во-первых, к труду на благо вот этого государства, этой системы, которую построил Владимир Путин. Возможно, следующий этап – это отправка подростков непосредственно на военные действия уже под Авдеевку, на Лимонокупинское направление и прочее. Нет, я не думаю. Ну, к несчастью, так сказать, воевать есть кем. И, в общем, поскольку этот набор активно заливается деньгами и активно пиарится, ну, мы видим, сколько это рекламы. И я просто знаю от российских коллег, что эта реклама, в общем, действует. То есть уровень, так сказать, отзывчивости некоторых российских граждан на большое количество рекламы, в общем, заметен. Поэтому я не думаю, что они кого-то будут отправлять. Здесь, мне кажется, другая есть интересная вещь, насколько эта практика советская. Вот там же в канале, можем объяснить, пересказан ролик, в котором снялся, снялась звезда, так сказать, этого сериала «Слово пацана». Когда я прочитал, я не видел этот ролик, но и прочитал, так сказать, синописис этого безобразия, и у меня как бы молодость промекнула перед глазами. Потому что там, значит, молодой человек приходит на производство, а ему старший мастер, значит, помогает, и он, значит, добивается успехов робототехники. Я думаю, господи, боже мой, это же прямо вот 70-е годы, понимаете, вот так вот, так вот как бы продвигали в Советском Союзе популярность рабочих профессий, так сказать, воспевая человека труда и, значит, соответственно, его, так сказать, трудовой подвиг. Ну, они практически, понимаете, в чем дело? Ужас заключается в том, что они уже перестали что-то изобретать даже. Они буквально косплеят Советский Союз, причем, ну, вот просто берут те же самые модели, те же самые слова, те же самые нарративы. Как раз у вас хотелось спросить, насколько там, знаете, мы можем параллельно проводить, соответственно, вот эти истории, насколько они схожи с тем, что использовал, не знаю, там, Сталин, я не знаю, Хрущев, Брежнев и так далее, и так далее. Что это? Это вот начало Совка или вот это вот от Сталинищины и пошли дальше? Вот эти все юнармии, вот эти наборы ребят, вот эти уроки в школах и так далее, и так далее. Есть же «А ну-ка, девушки» уже. Вот, вот, «А ну-ка, девушки». «А ну-ка, девушки», да. Нет, 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 всех, как бы, как бы, так сказать, старенького дедушку Путина, просто его вынесло вот на Брежневское время, которое он явно считает, так сказать, золотым временем Советского Союза. И он просто, они воспроизводят все, что, так сказать, перед глазами мелькало. Ну, хорошо, пионеров, вроде, так сказать, решили называть, теперь движение первых. Пионеры, как мы с вами помним, ну, я помню, по крайней мере, как пионер, да, это означает первый. Значит, как говорится, постоянная реклама, да, значит, этих самых, как это у нас называлось, скромных техникумов или ПТУ, да, и при этом чудовищно низкий, так сказать, социальный уровень этого, вернее, отношения, одобрения, как бы, там, так сказать, потому что, да, люди действительно зарабатывали больше на заводах, но работать там большинство не хотело. И, в общем, многие стремились, так сказать, в какие-то другие сферы, да, там, не знаю, в торговлю, там, в, там, сказать, в науку, во что-то такое, там, в, так сказать, что называется, в белые воротнички, да, и вот, поэтому я просто думаю, что это очень-очень напоминает именно конец 70-х, 70-х годов, которые, видимо, у Путина и его окружение ассоциируются вот с золотыми годами Советской империи. А можем мы как-то посчитать или как оценить это, а насколько вот это, как бы, возвращение back to USSR по-путински, да, оно заходит самим россиянам? Ну, почему спрашиваю? Потому что часто ты видишь, что там малых детей, там, там, чуть ли не полгодика, их сразу в формы, да, обмазывают, будущие солдаты снимают видео, и ты думаешь, ну, не все же так поддерживают, по сути, заточенность Советского Союза, ну, и как мы понимаем, того общества, как бы Путин хотел идти умирать за большую родину? Ну, это разные немножечко вещи, я бы сказал, потому что все-таки одно дело милитаризация, которая заметна, но поддерживается, в общем, не всеми. То есть, конечно, мы видим этих безумных, по-моему, мам, которые возят детей в колясках, замаскированных под танки, да, но это все-таки, я бы сказал, даже на уровне довольно мощной милитаристской истерии в России, кажется, все-таки пока исключение. А вот про рабочие специальности это интересно, потому что, с одной стороны, видите, ведь Россия действительно под мощным кризисом именно с точки зрения рабочей силы. Люди уезжают, во-первых, люди, так сказать, падение, да, и люди уходят на фронт, так сказать, их мобилизуют, и они уходят с производства, вообще говоря. И откуда они возьмут теперь эту рабочую силу, ну, понимаете, у них был выбор, вот что очень важно. У них, вообще-то, был выбор совершенно очевидный, казалось бы, у вас не хватает рук, у вас есть очень-очень востребованные экономические мигранты, которые вполне себе могут заместить людей на заводах. Но они со своей, как бы, ксенофобной позицией, которая уже довольно внятно выразилась после теракта в Крокусе, да, и после принудительных и совершенно безобразных облав и высылок экономических мигрантов из России, они решили пойти другим путем. Они, значит, они теперь еще, как это, традиционные ценности защищают, да, то есть ни в коем случае нельзя приглашать людей из Центральной Азии и Кавказа, потому что это будет нарушение, так сказать, русского национального духа, давайте, значит, пойдем к детям. Причем самый ужас, по-моему, в этой истории, что они под разглагольствование о том, что надо защищать детство, материнство, да, так сказать, рабочие семьи, увеличивать количество семей, вернее, детей в семьях, они впрямую, госсовет от Арсана подготовил, значит, законопроект, который позволяет детям работать на вредных и опасных производствах. То есть вот это самое здоровье, собственно говоря, прежде всего, так сказать, детское, да, оно будет подорвано уже работой на этих предприятиях из 14 века, если они пойдут на это. Потому что там химически опасные, ну, они, ну, как бы, они вредные, они просто производства, на которых детей не брали и правильно не брали, в общем, потому что это просто вредно очень для организма вообще. Для любого человека это вредно, для детей тем более, потому что это, значит, раздущий организм. Если они теперь сейчас послют детей на химически вредные и опасные производства, они, по-моему, совершенно в прямую раз пишутся, что они плевать хотели на будущее этих детей. И им сейчас самое главное — обеспечить, так сказать, поток снарядов на фронт. Будущее детей выглядит в красках хаки, как кажется, да? Не просто ведь так проводится милитаризация, о которой вы сказали. Вот, в принципе, продолжение темы, да, которая говорит, заходит ли подросткам вот эта милитарная тема, жёсткая тема, которая в том числе, кстати, она была на популярном этом фестивале «Селигер», да, вот на «Селигере». Оно было где-то вот мимо строчек иногда, мимо капелек, как говорится, где-то прямо тупо в лоб это всё неслось. Но вот эта вся милитарщина, она, ну, так или иначе просачивалась, пыталась, по крайней мере, для подростков. Какое влияние она имеет сейчас? Вы знаете, ну, я бы сказал, у меня нет на эту тему, честно говоря, каких-то данных, на которые можно уверенно опираться сейчас в России довольно плохо вообще с социологическими исследованиями, и люди, которых проводят, в общем, независимо, это такие тихие, незаметные герои. Но вообще можно сказать, что, по-моему, серьёзного успеха она не имеет. То есть, грубо говоря, да, те, кто и так были, как мы называем, турбопатриотами, да, они, конечно, их на войну этой турбиной понесло, но в целом, мне кажется, общество, несмотря на то, что оно как бы не выступает против войны, оно, нельзя сказать, что оно, понимаете, я вот не вижу на улицах многочисленных митингов патриотических, да, добровольно собирающихся граждан, чтобы, так сказать, праздновать, какую-нибудь взятие очередного поселка городского типа. Я не вижу этого, да, я скорее вижу такое, ну, некоторое глухое раздражение и апатию, скорее, чем какой-то такой вот от стороны большинства населения. Поэтому, честно говоря, я не знаю, в какой мере, тем более идея, значит, загнать детей на заводы, я не уверен, что у российских родителей возникнет большая, так сказать, поддержка этой идеи. То есть, ну, у кого-то, может, и возникнет, но у большинства, я думаю, может это вызвать некоторые скепсисы и, опять же, некоторые раздражения. Витя, давайте с вами поговорим о разных подходах, которые используют российские власти для того, чтобы, ну, кого-то, возможно, послать на убой, кем-то заменить рабочие руки, ну, а своих родненьких-то придержать, чтобы им ничего не угрожало. Ну, о разности, да, подходов в этой равности, точнее, которой, по сути, не существует. Для московской элиты создали специальное подразделение вдали от фронта, об этом сообщает британская разведка. Ну, и по этим данным, заместитель председателя Госдумы по вопросам обороны Дмитрий Саблин основал воинскую часть под названием «Барс Каскад». Она, в основном, участвует в операциях с беспилотниками далеко от линии фронта. С октября 2022 года в нее вошли, как минимум, 10 членов партии «Единая Россия» и сыновья кремлевских VIP-персон. Но всем им предоставляют дополнительные средства защиты. Ну, и по данным аналитиков, зачисление в это подразделение позволяет представителям российской элиты с гарантированной безопасностью обходить установленные законом требования о прохождении военной службы. При этом они потенциально могут продемонстрировать преданность Кремлю и снискать его благосклонность. Слушайте, Дмитрий, красивая же история, правда? Как бы вы воюете, наши числятся, но никто их. Ну, нет, 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 ни в коем случае, вы что? Это вы своих Ваньков посылайте. А наши, там, Дмитрий, Иннокентий, я не знаю, кто там еще, Анатолий, останутся у нас, но формально будут числиться. Ну, в общем, это, к сожалению, не они придумали. Это довольно частая история. Довольно частые элиты таких стран, они, так сказать, предпочитают своих-то детей держать подальше от фронта, так сказать, а посылать на фронт тех, кто там согласен воевать и погибать. Ну, в общем, да, довольно красивая история, которая позволяет людям потом ходить и щеголять боевыми, видимо, так сказать, наградами и званиями, говоря о том, что вот они, так сказать, как это было у классика, на колчахских фронтах ранены. Поэтому, конечно, да, российская элита, она же полностью национализирована, она уехать-то не может. Она приколочена теперь к Путину, в общем, гвоздями. И теперь, так сказать, для прохождения... Ну, Путин откровенно строит как бы новую элиту, да, достраивает ее в рамках, собственно говоря, милитаристской военной кампании. И ему, конечно, важно, чтобы замараны кровью были все. То есть это важный момент, чтобы ни один не соскочил. Да, потому что они же все должны... Все могут подумать, да, или, так сказать, какой-нибудь отходной путь куда-нибудь слиться, да, там кого-нибудь взять. Не-не-не-не-не-не. Все должны пройти через какой-то фронт. Все должны быть военными преступниками. Все должны быть полностью повязаны этой вот... Этой вот круговой порокой, этой... Как это было, кстати, у нацистов совершенно. На нацисты же известная история. Они специально, когда убивают человека, они... Каждый должен нож воткнуть, чтобы, так сказать, никто потом не соскочил. Вот здесь та же самая история, но только в масштабах стран. Эти элит будут воевать? Не как сын Пескова, да, который якобы участвовал в ЧУК «Вагнер». Ну, якобы, опять-таки. Огромнейшие кавычки, больше, чем столы Владимира Путина. Но, возможно, вот эта круговая порука, она же должна тоже затрагивать, по сути дела, детей представителей так называемой элиты российской. Ну, вот они, вот они таким образом... Ну, это такой лайт-вариант, конечно. Да, то есть вроде как и на войне, а с другой стороны, так сказать, это высоко технологично и далеко от фронта, чтобы ничего не прилетело. Но, вообще-то, прилететь может. Поскольку мы знаем, так сказать, теперь уже есть чем прилететь. Поэтому абсолютно они не защищены. Вот. Но в целом, да, в целом это, конечно, очень хорошо показывает, так сказать, о ком именно заботится Путин и о чем именно думает российская элита, чтобы, с одной стороны, так сказать, продемонстрировать лояльность, с другой стороны, все-таки детей как-то не бросить на фронт, потому что как-то, ну, убить же можно. Дмитрий, а скажите, вот если мы говорим в целом о политике, которую сейчас проводит кремлевский режим в отношении российского общества, ну, и с учетом в целом, да, и кровавые войны, и репрессий, и того же вот буквально там, да, вчера накануне мы фактически фиксировали месяц терактов в Крокусе. И вот эта вся риторика, которая так или иначе заточена на завинчивание, закручивание гаек, да, по поводу усиления от этого катка репрессий мы сейчас также говорим. И вот эти, знаете, идейки, как бы, которые звучат на разных уровнях, там, усилить ответственность, да, за фейки об армии, за дискредитацию, за терроризм и так далее, и так далее. Как вы думаете, вот со временем, что мы будем наблюдать в рамках изменений, возможно, законодательства, которое будет предполагать большие сроки, я не знаю, там, сталинские, не хрущевские, не брежневские, а сталинские сроки, которые уже, в принципе, мы наблюдаем за те иначе проступки. Но тут уже дело доходит, как я понимаю, до заявления по поводу смертной казни, что вот нужно ее бы уже как-то вот мораторий тут снять, подумать над этим. Ну, во-первых, Путин, надо сказать, достаточно эффективный авторитарный лидер. Он давно сидит, он научился играть в эту игру, и делает это достаточно с некоторым, так сказать, да, с некоторым, так сказать, с некоторым воображением. В частности, потому что ведь это не только репрессии. Вот коллеги сейчас, те, кто, так сказать, остался в России, с удивлением сообщают следующее, что да, конечно, людей не хватает, но у других повышается зарплата. Например, у IT просто сейчас, чтобы, если человек решил вдруг вернуться в Россию, его, так сказать, айтишников будут вот просто обкладывать шоколадным сном до головы, исключая очень высокие зарплаты, так сказать, прекрасные условия работы, прекрасные, так сказать, там, условия по налогам и так далее, и так далее. То есть они совмещают, как говорят, да, политологи, stick and carrots, да, то есть, как у нас говорят, кнутый пряник. И они совмещают это. То есть нельзя сказать, что весь режим стоит, так сказать, на крови и на силе. Ну, конечно, он на нем стоит, но он не только, вовсе нет. И громадное количество того, что делает режим, он покупает. Он, так сказать, обеспечивает лояльность большим количеством вливаний, но не только распределяя, так сказать, собственность компаний, которые покинули Россию, так сказать, по бросовым ценам среди своей элиты, что тоже покупка. Но одновременно это еще и, конечно, и, так сказать, достаточно мощная покупка лояльности и, как бы, подтверждение того, что все нормально. Ну да, но не поедете вы, так сказать, в, не знаю, в Ниццу, поедете там в Египет, в Турцию, не знаю, там, да, в Крым. Ну, в Крым уже не поедете, наверное, все-таки страшновато. Ну, хорошо, ну, как бы, да, в Турцию, допустим, да, или там куда-то еще отдыхаться. То есть, грубо говоря, у Путина сейчас главная задача, в общем, не столько запугать. Запугивают они тех, кто борется, это понятно. И там как раз в этом месте про смертную казнь говорится. Там же говорится про смертную казнь. В основном, как бы, за смертную Родину. Ну, то есть, это, грубо говоря, тех, кто пытается сопротивляться вооруженным образом или так или иначе пытается сопротивляться изнутри страны в милитаристской кампании и войне, как таковой. А всем остальным, так сказать, да. То есть, здесь явное разделение между, так сказать, теми, кто борется и теми, кто против, и им, как бы, кнут, да, а остальные пряник. Нет. Тут достаточно взвешенное и аккуратное. Другое дело, что это не всегда хватает пряников, так сказать, да. И в этом смысле режим всегда рискует, потому что любой режим, он должен найти такой баланс между кнутом и пряником. Потому что слишком много пряников, так сказать, народ разойдется. Слишком много кнута тоже может быть плохо, потому что это просто затратная и напряженная вещь. Ни один режим не может себе позволить много кнутов, честно говоря, современный даже. Авторитарный. Поэтому, но то, что касается возвращения смертной казни, это, я думаю, они довольно легко и быстро сделают, потому что технически это, в общем, можно сделать через некоторое добавление в законодательство, поскольку, как вы знаете, Россия ее не отменяла, а просто вводила мораторий. А теперь они, так сказать, могут, объясняя это особенными условиями, так сказать, да. Россия в кольце фронтов, как мы с вами помним, из учебника советской же истории, да. Кругом враги, значит, надо возвращать смертную казнь. Дмитрий, спасибо вам. Спасибо вам за ваш анализ и участие в эфире «Фридом». Дмитрий Дубровский был с нами на связи, кандидат исторических наук, исследователь факультета социальных наук Карлова университета из Праги. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. «Фридом» в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова